Два года назад я проводила вебинар, в котором я рассказывала о том, как можно избавиться от боли в спине. И там был небольшой тематический отрывок, в котором я рассказывала о том, какие упражнения стоит делать, если вы находитесь в постели и не можете ходить. И к этому видео небольшой тематический отрывок мой маркетолог выложил на канал в ютубе и назвал его как упражнение для лежачих больных. И вновь тоже посыпалась критика на ту тему, что вот ты много говоришь, мало показываешь, давай экшен. Вот, поэтому я решила отдельно записать видео, где я раскрою именно тему о упражнениях для лежачих больных. И на самом деле эта тема, она такая обширная, потому что мне вопросы в личные сообщения задавали люди, которые лежат не только из-за позвоночника, но и по другим причинам. Потому что на самом деле такая проблема распространенная. И опять-таки тип упражнений, которые стоит делать, когда вы лежите в постели и не можете ходить, он зависит от той причины, по которой вы сейчас находитесь в постели. То есть, если это люди, которые парализованы и уже как бы серьезными диагнозами, то здесь уже все немножко сложнее. Но все равно для того, чтобы поддерживать какую-то жизнедеятельность, надо как-то разрабатывать свое тело. Хотя бы те части, которые у вас могут двигаться, это улучшит ваше качество жизни как минимум. Следующие причины, по которым люди могут лежать, да, это после операции, как я вот лежала после Кесарева, это после травм. То есть, я лежала, когда мне было 20 лет, у меня было травмировано шея и грудной отдел, были подвывихи. И я месяц была вынуждена лежать, пока будет следующее обследование, там были какие-то заморочки. И, разумеется, многие упражнения, которые обычно рекомендуют лежачих больных, я не могла делать, потому что мне нельзя было двигать шею, мне нельзя было двигать грудным отделом. Также это может быть после каких-то операций. Ну, я уже говорила, да, повторюсь, то есть это может быть аппендицит, это может быть Кесарева, это могут быть какие-то другие операции. Вот сейчас у меня наш бизнес-партнер, он сейчас лежачий, ну, он уже начинает потихонечку подниматься, ему делали операцию на сердце. Вот, то есть тоже какие-то упражнения ему делать не стоит. Опять-таки же, после каких-то операций стоит проконсультироваться с врачом, чтобы узнать, можно ли делать упражнения и какие виды упражнения стоит делать. Вот, а последний раз, когда я лежала, была лежачей больной, это было год назад после коронавируса. То есть у меня была активная фаза болезни в неделю, когда у меня была неделя 40, и я уже не была уверена, что я выживу. После этого я восстанавливалась около месяца, у меня просто не было сил подняться, у меня не было сил ходить. Но, находясь в постели, я делала минимальные упражнения для того, чтобы ускорить свое восстановление. И вот именно об этих мерах я и хочу поговорить, и в этом видео будет больше практики. Чуть позже мы с вами перейдем уже в спальню, где я покажу наглядное упражнение, которое можно делать в положении лежа, когда вы временно находитесь в постели для ускорения вашего восстановления. А сейчас здесь мне будет просто удобнее показать некоторые приемы, о которых я рассказывала в предыдущем видео. Начнем с массажа ушей. Для массажа рекомендую тайские бальзамчики. Вот бальзамчик с янангом на основе воска. То есть это совсем немножко надо бальзама. Наносится на мочку уха. С внешней стороны и с обратной стороны уха тоже немножко нанести бальзамчиком перед массажем. И потом ухо разминается. Каким образом? То есть одно из движений, это вот таким вот образом вы проходитесь по уху. Полностью по всей поверхности, по краешку. Потом переходите внутрь. Вот так вот все это проминаете. Следующее, что можно сделать, это вот таким образом поглаживающее движение. То есть один пальцем зафиксирован, а этим вот пальцем проходите. И немножко помогаете тоже изнутри вот эти. То есть вот так вот. Оп. Потом вот этой вы частью проминаете. Как бы немножко в сторону. Можно вот оттягивать как бы мочку. Внизу под видео я оставлю ссылку на статью, где подробно расписаны, в принципе, массажа ушей. Вот. А пока вот вкратце вот рассказываю, да. Потом вот рукой так прикладываете в одну сторону пять раз и в другую сторону пять раз. И так вот оба уха. Дальше. Точно так же можно сделать массаж ладоней. Это наносится тоже небольшое количество бальзама. Растираем все вот так вот ручки. До горячего. Чтобы не прям горячие, 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 горячие ладошки были. И после этого вот начинаете проминать, прорабатывать руку. Не знаю, как так что было видно. Лучше. Вот. Проминаете, прорабатываете руку. Это все можно делать в положении лежа. Вот. То есть проходится вот так вот по часовой стрелке, по ладошке. Пальцы тоже разминаются. Да, на ладони очень много тоже биологически активных точек. Но даже если вы их не знаете, не запомнили, просто разомнете полностью всю поверхность ладони, пройдясь по всем вот частям. Особенно если где-то у вас болезненные ощущения, например, вот я сейчас удовлетворю, да, вот есть у меня неприятные ощущения. В это место вот здесь находится как раз биологически активная точка, которая отвечает за иммунитет и общее здоровье. Вот ее вот очень хорошо тоже промять. То есть пальцами. И с двух сторон точка проминается. Сейчас вот я мною, у меня прямо вот сюда вот отдают неприятные ощущения, но это нормально. То есть эту точку вот очень хорошо проминать. Каждый-каждый-каждый пальчик хорошенько-хорошенько проминать, растирать. Вот. Можно также делать самомассаж ревота легкий. Можно делать самомассаж шеи тоже, когда вы лежите. Можно доставать и проминать вот эти вот части. То есть вот этими вот частями заходим вот сюда. И вот здесь вот массируют там, где особенно неприятные ощущения. Тоже с бальзамчиком это все проминаем, промассируем. Очень полезно. Вот эти части тоже проминать. Вот. Ну, я думаю, что пора уже перейти в спальню. Так что... Кам ту мэй бадуар! Начну, пожалуй, с дыхания. Потому что я о нем много говорю. Это очень актуальная тема в связи с ситуацией в мире, с пандемией, со всей этой историей. И я обычно рассказываю стоя. Сейчас вот я покажу, как лежа правильно делать полное дыхание, которое, во-первых, разрабатывает легкие, во-вторых, обеспечивает наш организм кислородом, который очень нам помогает в восстановлении организма. Принцип полного дыхания йоговского, то, что задействуются полностью все отделы легких. Сначала надувается живот, потом раскрывается ребра, потом раскрывается грудная клетка на вдохе. На выдохе живот выталкивает воздух, потом закрываются ребра, потом подтягивается этот отдел. Сейчас покажу на практике. Поехали. Сейчас я покажу отдельно по каждому отделу. На самом деле, человек, который раньше никогда не практиковал полное йоговское дыхание, будет сложно это сделать сразу. Поэтому можно потренироваться сначала подышать животом, потом подышать средним отделом легких, потом верхним. Так вот, ну, живот здесь самое простое. Вы просто надуваете и сдуваете живот, как шарик. И когда вы сдуваете, вы сильнее его напрягаете, как бы подтягиваете. Таким образом, вы также еще улучшаете кровообращение внутренних органов. И при некоторых болезнях, там, допустим, да, та же операция, которая была сделана на сердце, я думаю, что можно начать как раз-таки только с дыхания животом, а потом постепенно уже подниматься выше. Но опять-таки, лучше проконсультироваться с врачом. Итак, живот. Давайте начнем с живота. Так, надуваем. И можно даже через горло со звуком х. Вот, еще раз надуваем. При выдохе стараемся полностью выдолкнуть максимальное количество легких. Животом в целом понятно. Теперь переходим к средней части легких. Руки поначалу можно вложить на ребра, чтобы контролировать. То есть сейчас у меня руки просто лежат на ребрах. Я ничего не делаю, я ими не двигаю. Итак, вдох. То есть на вдохе ребра разъезжаются, на вдохе они собираются. Попробуйте сделать несколько циклов, чтобы прочувствовать это на себе. То есть старайтесь верхнюю часть и живот оставлять неподвижными. Двигаются только ребра. И если у вас нет противопоказаний, можно уже задействовать дальше верхнюю часть. Попробуйте дышать только верхнюю часть. Вы тоже можете положить руки, чтобы проще было контролировать. То есть живот неподвижен, ребра неподвижны, только верхняя часть. Тоже на вдохе грудная клетка максимально раскрывается, на выдохе она как бы сжимается обратно. И уже после того, как вы сделаете по 5-6 циклов в каждом отделе легких, вы уже можете полностью совмещать. И делать полный цикл дыхания, задействуя все отделы легких. Начиная с живота, потом дальше средняя часть легких и верхняя часть легких. Еще раз продемонстрируем. Без рук, чтобы вам было видно. Постарайтесь хотя бы несколько раз в день, утром и вечером, хотя бы по 5 минут в день практиковать вот это полное дыхание. Дальше можно разминать шею. То есть вы лежите, вы лежите статично. Если у вас не повредена шея, как у меня было в 20 лет, да, не переживая там артерии, не стоя в опасном положении, мы потихонечку начинаем разрабатывать шею. Первое это вот голову назад, потом голову вперед до конца. Все движения плавные и медленные. Назад, вперед. То можно делать в одну сторону, в другую сторону. Можно вот так вот, только очень аккуратно растягивать шею. Ухом к одному плечу, ухом к другому плечу. Можно делать так вот, круговые движения. Но очень медленно, чтобы это все было комфортно. Вот. Также вот, ну, шею я больше рекомендую массировать. Конечно, массаж. Упражнения тоже нужны, чтобы держать мышцы в тонусе. Но также, чтобы это все не залеживалось, вот, плечи, шею, это все лучше проминать рукой, где вы достанете. Конечно, хорошо, если у вас есть массажист, который может прийти и сделать массаж, да. Но сами вы тоже вполне можете себе достать и промассировать шею. Дальше. Очень важно делать, разминать руки. То есть, это круговые движения. То есть, после того, как вы промяли ладошки, да, что я показывала внизу на лестнице. То есть, после того, как вы промяли ладошки, промассировали, растерли. Потом делать вот круговые движения в одну сторону, в другую сторону. Потом, как бы так, чтобы было видно. То есть, вы берете руку, в эту сторону тянете и в эту. То есть, растягиваете очень аккуратно, плавно, мягко. Одну руку, вторую руку. Потом тоже, вместе с дыханием, можно также делать движения руками. Это тоже улучшает кровообращение. То есть, при вдохе у вас руки лежат вдоль тела. При вдохе, когда вы делаете вдох, вы поднимаете руки, раскрывая все тело. При выдохе, вы опускаете руки и помогаете тем самым закрыться ваши грудные клетки. Давайте сейчас покажу, как это выглядит. И заодно вы прорабатываете свои вот эти вот плечевые суставы. То есть, очень важно разминать кисти. Можно разминать также локти. Здесь сразу и локти, и плечи разминаются. И третье, это вместе с дыханием. То есть, уже после того, как вы освоите полное дыхание, уже не будете так сильно на нем зацикливаться, уже можно включать руки. Смотрите, вдох. И выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Следующее, что стоит разминать, это ноги. Давайте сейчас перемещу камеру на ноги, чтобы показывать, как можно разминать ноги. С первого упражнения, это вы максимально тянетесь носочками вперед, потом максимально на себя. Когда вы делаете это упражнение, то вы включаете в работу все ноги, вот особенно вот на вот эту тянется и икра, и даже немножко часть бедра. Вперед-назад, вперед-назад. Следующее упражнение, это круговые движения стопами. С по часовой стрелке, против часовой стрелки, можно несколько раз. Когда вот вы делаете это упражнение, то тоже вы почувствуете, что у вас напрягаются мышцы, как минимум до колена. Вот. Потом можно дальше уже ноги подтягивать и опускать. Вот опять-таки же, если у вас нет противопоказаний, то можно просто покровать, если вам тяжело, потому что если вы уже больше недели лежите, и, скорее всего, вам будет тяжело даже вот так вот поднять ноги. Вот. Поэтому можно скользить по постели, поднимать и опускать. Здесь уже напрягаются вот эти вот мышцы. Уже идет комфортная проработка. Вот. Опускаете, поднимаете. То есть, когда я как раз лежала с киселем, я разминала ноги. Вот. Если уже как бы, опять-таки же, если нет противопоказаний, можно разрабатывать бедра. Нога поднимается вверх, отводится в сторону, вниз. Все делается очень мягко, то есть, без дискомфорта. Если где-то у вас какие-то, по-моему, дискомфортные ощущения, не делать это упражнение. К себе и от себя тоже. На вдохе ногу поднимаете, ведете, на выдохе ногу опускаете. На вдоху ногу поднимаете, ведете, на выдохе ногу опускаете. Левую ногу, потом правую ногу. Еще раз повторюсь, то, что каждый случай, он индивидуален. И очень важно проконсультироваться с вашим лечащим врачом, особенно если у вас была какая-то операция или травма, чтобы узнать, можно ли вам делать то или иное упражнение или не стоит. И из того, что я показала, можно в целом выбрать свой комплекс и постепенно возвращаться к здоровому состоянию. И к вопросу о том, сколько повторений делать, зависит от вашего состояния. Начните хотя бы с двух, трех раз, если совсем тяжело сделать. Потом постепенно увеличивайте до пяти, десяти повторений каждого упражнения. И я думаю, что со временем вы очень быстро сможете подняться и вернуться к обычной полноценной жизни.